На мяжи бунту. Минавито так, многие характеризуют ситуацию, якая зараз склалася у предпринимательской супольности. День и дзевжу навыд были сутычки предпринимательников с милицией и податковиками. С чем это связано и какое есть выстя? Я Светлана Калинкена, а гость размовы, керавник республиканского объединения предпринимательников «Перспектива» Анатоль Шумченко. Витаю. Добрый день. Анатоль, ведаю, что вы шмат ездите по краине, сустракаетесь с предпринимательниками. В Минске мы назираем ситуацию, что зачиняются шмат, какие кропки, просто люди не працуют. Якая ситуация у регионов? В регионах ситуация еще хуже. Там закрываются еще больше предпринимателей, и причем закрываются предприниматели с очень большим стажем работы. Например, молодец, женщина, которая 20 лет назад начала бизнес, у нее была сеть магазинов, она сегодня сократила до одного, все остальное закрыла с целью не отдать последнее государству. Я хотела запытаться, а с чем это связано? С тем, что у людей нема грошей, а с ней некие иншие причины? Здесь надо все рассматривать в комплексе. Первое, это чиновники своими руками фактически сегодня уничтожают малый бизнес в виде принятия административных норм и правил, которые проявляются в наличии документов на товар, например, сертификатов на требования, что для малого бизнеса в розничной торговле нереально на сегодняшний день. И год назад, включив административное требование, они просто своими руками распугали весь бизнес. И человек, подумав, решил, что я работать так не смогу. Если у него было 3-4 торговых места, то он подумал и решил оставить самое рентабельное, допустим, одно. Плюс, естественно, экономическое положение. Но экономические положения, если мы говорим о нынешнем девальвации, они были и в 2009, и в 2011 году. Но нынешнее положение, оно еще усугубляется тем, что я говорил. Допустим, власти подвели черту для предпринимателей. 1 марта. С 1 марта вы не можете работать по старым условиям. То есть 20 лет вы работали по одним условиям, а сейчас за полгода вы должны перестроиться под новые условия. То есть переломали через колено десятки тысяч судов. Ну, яны стверджают, что такие правила у гэтым Евразийским Союзе. И у Казахстане, и у России правила ж павинны быть одзинные на все три краины. В предпринимательниках все спокойно, и они працуют. И только у нас вот некая такая нервовая ситуация, некие потребные документы, сертификаты, где их брать, кольких это будет каштавать, все незразумело под великим пытанием. Чому так? Да не правда это все. Они врут, на самом деле. И мы не раз сами предлагали им съездить на любой оптовый рынок Москвы. Не говоря уже про Казахстан, где Назабаев собрал бизнес малый и спросил, вы как, будете работать по этим условиям? А он говорит, нет. Значит, работайте, как работали. Это нам передали источники, которые работают непосредственно в самом Казахстане предприниматели. И наши предприниматели очень много ездят по миру и между собой общаются. Нигде ни в одной стране не требуют таких правил ведения бизнеса, как у нас в Беларуси. Поэтому это все чушь. В Москве никто знать не знает ни о документах на товар, ни о сертификатах. И когда Беларусь приходит на торговую точку, на оптовую в Москву и просит документы на товар, либо сертификат, просто крутят у виска, либо пишут табличку с дураками белорусами и не работаем. Так и пишут. Были такие случаи, действительно. Плюс неоднократно известные СМИ интернет-ресурсы ездили в Москву и сами могли наблюдать те вещи, о которых мы говорили. Что действительно никто никаких документов не дает. Было даже случай, когда чиновник Евразийской экономической комиссии, департамента предпринимательства, пошел на рынок в частном порядке. Когда я его попросил, иди сходи, посмотри. Он мне ответил, что я даже не понял, на каком языке они разговаривают. Не говоря уже о всех остальных процедурах. Это то, о чем я говорю. Что если есть какое-то евразийское у нас сообщество, есть какой-то таможенный союз, у нас не действуют общие законы. И если сегодня белорусский гражданин, в частности предприниматель, он не может сегодня реализовать свои права в этом союзе, то почему мы, белорусы, должны требовать от него исполнения законов? Я просто поясню, что имею в виду. Если приходит предприниматель на рынок в Москве, оптовый, и требует документы на товар, сертификат у оптовика, который он должен предоставить, а его посылает, то следующее действие – это вызов полиции. И полиция должна навести порядок. И пол Москвы, естественно, должно закрыться и предоставить все документы. Реально ли сегодня белорусу и вообще даже белорусскому правительству это сделать? Нет, нереально. Так она воштаянная гэта робить. Зараз вельми складанная ситуация. Я скажу почему. Вот я сейчас начинаю понимать. Сейчас вообще дана команда ФАС. На самом деле мы уже это поняли. Миновита напрот праймальников. Абсолютно. Вообще на все. Если вы заметили, то мы наблюдаем большое скопление ГАИ в Минске, в регионах. Я вот ехал в Могилев, остановили. Я говорю, так вы за это раньше не штрафовали. Но, говорит, вы что не знаете, в какое мы время живем? Волшение мы в Украине. Деньги. Деньги надо. Я просто ехал по второму ряду на скоростной трассе. Ну, на 90 тысяч штрафовали. Ну, это вообще. За такое нарушение раньше даже никто не обращал внимания. А вот. Вы даже не представляете, до чего сейчас доходит. Мне вот сейчас звонили с Черикова. Предприниматель только открылся. Салон цветов открыл. В Беларуси закупают товар. Пришли налоговая с проверкой. И конфисковали товар. Она в недоумении. Ей говорят, у вас не поставлено в пункте отгрузки адрес. А потом она приходит на фирму. А на фирме говорят, как это не проставлено. Там просто мелким шрифтом написано. Никто этого не увидел. И вы представляете, у нее конфисковали товар, цветы, семена. И сразу везли в соседний универсал и начали продавать. А потом, когда налоговая увидела, что документы в порядке, они опомнились. И, ну, конечно, извинились, но сказали, что мы уже часть продали. Им пришлось вернуть часть денег. И вернули весь товар. Вы представляете, до чего доходит? Вот. То есть сегодня это вообще кошмары. Анатоль, вы сказали, что самые горячие такие дни наступят после первых саковиков. Але уже зараз у интернете есть виды, ну, саправдных, а маль, что боек. Прадпрымальников, у яких конфисковывают товары с податковиками, я так разумею, с милицией. С чем это связано? С этой, вось, паперовой войной? Я просто объясню, чтобы телезрителям было понятно. В следствии принятия последних указов в отношении малого бизнеса, а речь идет, в частности, о принятии указа 222 о регулировании предпринимательской действенности, так вот, по этим указам, по принятым документам, по сертификатам и тому подобное, сегодня любого предпринимателя можно разорить буквально в одну минуту. То есть найти нарушение можно сегодня, я повторяю, у любого индивидуального предпринимателя, торгующего на рынке, либо торгового центра. Поэтому такая реакция. Поэтому будь то любая проверка, люди от греха подальше просто закрывают для того, чтобы не попасть под эту проверку. Потому что они знают, что если пришла проверка, то по-любому они найдут. Если товар уже изъяли, они только прикрывают проверяющие органы, мы не конфисковываем, мы изымаем. Но все знают, что если все попадает в суд, нет ни одного оправдательного документа. То есть вообще вещи ужасные творятся на самом деле, и поэтому я говорю, что команда ФАС дана. Поэтому предприниматели так и реагируют на сегодняшний день, когда приходит любая проверка. И это будет. Если власти это устраивает, то ради бога. Но в любом случае это добром не закончится. У нас есть видео, мы его обнародуем, когда в Молодечино пришла налоговая к вьетнамскому ИП, и они пересчитали остатки, не сошлись и начали все забирать. И это у нас на видео есть, я повторю, мы покажем это. Это вьетнамка, она просто там так голосит, ну это по-белорусски, голосит, и ложит голову под заднее колесо газели. Мне пишут такие сообщения, что мы в панике, ночами не спим. На одном из форумов у нас с Гомеля приехала предпринимательница, она сказала, продала лифчик, пошла купила еду. В Минске то же самое. То, что продавали за 100 долларов, отдают за 40 долларов, лишь бы заправить машину, либо купить еды. Зараз у этой ситуации, кали стоять заводы, кали видовочно, что проблема без працов, я за грани тысячи людей, кали новых нияких места у працы нема, ящей и позбавить працы предпринимательников, не дать им нормально працовать, каб яны позачинялись. Гэта дарыча, про якую колькасть людей мы, вядзем, говорим? Ну, мы подсчитывали, у них есть данные официальные, в розничной торговле заняты 65-70 тысяч ИП в розничной торговле. Но семьями, ну то есть до полумиллиона точно может дойти, на кого они оказывают. А что касается, вот все действительно удивляются, почему так происходит. Друзья, не надо искать в нашей стране никакой логики. У нас все делается хаотично, и наша страна сегодня живет, нам бы день простоять до ночи продержаться. То есть есть указания любыми путями собрать и заткнуть дырки в бюджете. Но калисти, гэта ж повинна спыниться. Гэта ж повинна быть отказана за то, что полмиллиона человек вот в таком стане готовы кидаться под колеса. Знаете, как раньше было? Вы знаете, мне кажется, что мы подошли в разговоре к очень хорошей теме. К тому, что каждый в этом обществе должен заплатить свою цену. И вот как раньше было, я расскажу, в те годы, когда возникала такая ситуация, подобная вот как сейчас, я доставал там шашку, садился на коня, флаг доставал, мне уже резервировали место в тюрьме, я выводил людей на площадь, да, все сразу обращали внимание. Меня в тюрьму, Лукашенко с предпринимателем не встречается, все сразу решают, и действительно машина начинала работать на интересы предпринимателей, чтобы сбить этот накал. И получается, я сегодня, когда начал анализировать, фактически я спасал государство от той неименуемого ошибочного шага, который они могли совершить ценой вот собственного там лишения свободы, здоровья и всего остального, и наша организация. А сегодня, когда мы сказали государству, что вы ответственны за свои решения, а предпринимателям сказали, что вы тоже ответственны за свои поступки, да, вот, получилась ситуация, когда никто ни за что отвечать не хочет. И не вядома, где это выбухнет. Да, и поэтому мы сказали, окей, хорошо. И получается такая ситуация, когда они научились бороться с врагом. А Шумченко убрал свое лицо, врага в моем лице, и отошел в сторону в этом плане. И эта система, она просто впала в ступор. Ну, я тут сгодно. Александр Лукашенко не раз персонально вас вспоминал. И у него, на мой погляд, такое уражение, что вот есть некий Шумченко, Иванов, Петров, и он подбухторвая людей. Люди выходят, а проблемы нема. Проблема только у тех, кто подбухторвая. А на самом деле Шумченко помогал Лукашенко в те годы сохранить экономический потенциал малого бизнеса. И я преломлял ситуацию, воздействовал на решения властей. Вспомните, мы добились отмены НДС, мы добились от привязки курса рубля, добились тогда государственного регулирования аренды. Мы тогда в те годы добивались очень многого. Я хочу сказать, что мы марш предпринимателей провели 15 декабря 2008 года, после которого, это мы организовали, я в том числе, после которого на полгода бизнес ввели мораторий. Вы представляете, какие деньги колоссальные мы сэкономили для всего бизнеса. И после этого началась четвертая директива. Добрый, что будете робить ЗАРа? Сведуя, что вы сбираете на форум предпринимательников, те запросили представников державного владения. На форум приходят власти, конечно, неохотно. Сейчас мы пригласили главу администрации Косинца. Мы пригласили первого заместительного премьера министра Матюшевского. Пригласили министров экономики и министерства налогового сбора. Министерство торговли, госстандарт пригласили. Это, конечно, есть. Скажу так, что на последнем форуме у нас в части резолюции было рассмотреть пригодность экономического блока правительства. Я не хочу сказать, что этот форум уже только один сделал. Но мы сегодня видим, что экономический блок правительства... Цалком изменено. Поэтому мы можем сказать, что мы свою лепту в какой-то части тоже внесли. Вы можете смеяться над этим или нет. Но факт остается фактом. Поэтому движение есть. Ваши коллеги, предприимальники, транспортники недавно таксама зверталися со своими бедами до Ураду. И человек, який понес тая пропановы, был арештован. Ягу навык никуда не пустили, ни с кем сустреться. Жадаю, она только б у вас гэтага не повторилася. Дякую. Яг дапамагчы дробному бізнесу, дыку державы грошей нема. Яг задушыць, то знаходяцца сродки на целую армію ревізоров деконтралёров. Хотя уже давно треба зрозуметь, что такими метадами нормальную экономику не побудуешь. Я Светлана Калинкина, и я развитвуюся до наступной размовы.